Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Всех нас поздравить. Один из самых знаменательных дней в истории нашего государства. Вообще в истории всего мира. Да, ты знаешь, Володь, я так заслушалась рекламу, что совершенно забыла, что мы с этого дня ведь возвращаем программу «Урбан» в эфир. Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. «Урбан» – программа о городских проектах. Вот такой подарок, да. Отреагировал быстро на звукорежиссер Артем Щелканов. Хороший день, я хочу сказать. Неспроста сегодня «Урбан» возвращается. У нас в гостях как раз представитель Ветского государственного университета Валентин Пугач, Валентин Тикалович. Прежде всего поздравляем с избранием ректора Ветского государственного университета. Добрый день. Добрый день. Спасибо за поздравление. Без приставки и ОУЖ. Если формально говорить, то должен еще приказ от Министерства образования перейти. Но это уже чисто технический вопрос, насколько я понимаю. Спасибо за поздравление. Я благодарен всему коллективу Ветского государственного университета, который оказал мне доверие и честь работать дальше в этой должности. Много задач, много планов. А сколько лет сейчас плодотворной работы впереди? Ну, стандартное время пять лет контракта. Пятилетний контракт. Окей. Николай Липатников, президент Фиатской торгово-промышленной палаты. С нами вместе в этой студии. Николай Михайлович, добрый день. Добрый день. Добрый день. И Владимир Кудряцев, генеральный директор малого инновационного предприятия Кировского государственного медицинского университета ЭКОМЕДПРИБОР, заведующий кафедрой физики и медицинской информатики. Я вот сейчас все скажу. Кандидат физико-математических наук, доцент. Добрый день, Владимир Алексеевич. Здравствуйте. Добрый день. Ну, да, действительно, всех с Днем космонавтики. Великий день. Великий день. Есть чем гордиться. Ну, а мы сегодня тоже будем говорить о вещах, которыми стоит гордиться, ну, и на которые стоит обсуждать, над которыми стоит задуматься, потому что, напоминаю, у нас год экологии 2017, и Вятская торгово-промышленная палата совместно с бизнесменами, с предприятиями, предпринимателями. В ближайшее время, конкретно 14 и 19 апреля, две конференции запускают, которые как раз посвящены решению экологических проблем. Все правильно? Все правильно. Игорь Михайлович, давайте вы начнете. Знаете, вот именно совместно, хорошее слово этой постановки, потому что экология, как, собственно, и другие проблемы государства российского, она не может решаться по инициативе кого-то одного и решаться в одиночку. И то, что вот здесь мы в сообществе, здесь, правда, не хватает еще представителей реального бизнеса, и то, что вот университет, опорный университет, да, они работают. Опорный университет, медицинский университет наш. Я также хочу присоединиться к вашему поздравлению, Валентий Николаевич, нас с ним многие годы совместной деятельностью связывают, и в частности, наш общий взгляд на то, что наука должна от теоретических изысканий, поисков, переходить к прикладному, так сказать, режиму, тем более вузовская наука, она как право наукоприкладного характера и конкретным приложением для бизнеса. И решать эти вопросы можно только в постоянном системном взаимодействии с этим самым бизнесом. Иначе мы, так сказать, будем так же далеки от конкретики, как декабристы когда-то были далеки от народа. Поэтому и проиграли. Поэтому вот год экологии объявлен. 27 марта, торжество мы запустили год экологии. Хотя моя, так сказать, общая позиция, знаете, экология, как и многие другие темы, это время системной работы. Можно видеть год месячный, культурой объявляли, это системная работа. И что бы я здесь выделил, чтобы не длинно говорить, самое главное, вот мы перед началом нашего эфира, говорить, что самое главное, допустим, в таких проблемах, это культура, экологическая культура. И подел бы я условно ее на две составляющие. Культура руководителей, специалистов предприятий, которые обязаны просто реализовать честно, добросовестно, на совесть свою рассчитанную нормы экологические, которые сегодня все время ужесточаются. И второе, культура бытовая, бытия. Ведь мы согласимся с тем, что никто не мусорит эту планету. Вы помните, наверное, слова маленького принца из книги Антуана Сент-Экзюпери. Вот он проснулся, привелся в порядок и приведи в порядок свою маленькую планету. Вот это надо. И вот когда мы с вами бываем на берегах наших речушек, в лесу, меня и вас, вероятно, возмущают. А кто же все-таки, да? Кто же мусорит? Пластика, бутылки, пачки из-под сигарет. Вот когда мы научимся сочетать первую ответственность руководителя предприятия, специалиста за исполнение законов, и когда будем соизмерять собственную совесть, тогда у нас начнет все получаться. Вот подобным проектам, рассмотрелем проектов и посвящены как раз вот эти наши форумы. Я так понимаю, что все-таки на ближайшем форуме 14 апреля, который начнется в 14 часов конференция «Опыт промышленных предприятий Кировской области по снижению негативного воздействия на окружающую среду», будут не просто звучать призывы о том, что нужно прибирать свою планету, свой подъезд, свой двор, а представители промышленных предприятий будут делиться конкретными наработками и опытом. И мы их сможем оценить, правда? Только ли это декларации и достаточно ли это серьезные широкие шаги, которые глобально меняют ситуацию. Потому что что уж греха таить, в общем, не очень за последние 20 лет предприятия вкладывались в экологические проекты. Не с большим интересом бизнес идет на такие траты, потому что траты глобальные, а прибыли они не дают. Это только социальная роль предприятия. И вот как меняется ситуация сейчас, мне кажется, мне кажется, мне как горожанке, мне кажется, что для жителей это было бы самым важным. Увидеть, что действительно позиция и руководство меняются, и не звучат только слоганы и лозунги, а действительно идет работа. И с этой точки зрения участие науки здесь, которая, может быть, оценивает шаги предприятия вот в этом направлении, и говорит о том, что у нас есть такие наработки, возьмите, у вас будет такая эффективность. Светлана, я вас приглашаю на конференцию. Вы так хорошо погружены в тему. Вы все правильно так продвигаете. Я хочу вот это увидеть, потому что я не хочу увидеть, например, на конференции выставку людей, которые поприветствовали друг друга и сказали, что мы хорошие. Абсолютно согласен, что слово... Меня даже немножко смущает слово конференция. Она вносит некий такой академический, абстрактный контекст. Чтобы не казалось, что мы будем только говорить о теории, скажу несколько слов. Просто какая задумка у нас есть на самом деле, которую мы обсуждали с Николаем Михайловичем Липатниковым, и, собственно, с которой мы хотим эти мероприятия провести. Речь идет о том, что... Ну, вы знаете, наверное, что 20% всех предприятий Кировской области и города Кирова вносят 80% вклада в загрязнение окружающей среды. Соответственно, если эти 20% изменят свою экологическую или воздействие на окружающую среду, то вода, воздух и земля станут гораздо чище, чем это есть сейчас. Что для этого необходимо сделать? Есть два пути. Стоп. Вот здесь мы остановимся. За интригу сохраним на полминутки. У нас перерыв. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. 20% кировских предприятий вносят свои 80% в загрязнение окружающей среды нашего города. Что с этим делать? Мы говорим, как решается эта проблема и где будет переломный момент. Мы об этом говорим сейчас с Николаем Липатниковым, президентом Вятской торгово-промышленной палаты, Валентином Пугачем, ректором ВИАДГУ и Владимиром Кудрявцевым, генеральным директором малого инновационного предприятия Кировского государственного медицинского университета ЭКОМИТПРИБОР. Валентин Николаевич, вы до перерыва говорили о том, что вот как раз я вас процитировал про 20-80. И что у вас, какая задумка, то есть что будут представлять предприятия и какие задачи и цели ставятся? На двух путях мы остановимся. Да, на двух путях. Итак, первый путь, он, слава богу, сейчас отлажен государством и заключается в жестком экологическом контроле со стороны надзорно-контролирующих органов. Система работает, она совершенствуется, разрабатываются новые нормативные документы и выглядит примерно так. В одно прекрасное время на предприятие приходит жесткая проверка, обнаруживает полное несоответствие существующих технологий и мер защиты от различных выбросов на этом предприятии и выносит жесткие предписания. Руководитель смотрит на это предписание, начинает только в этот момент разговаривать со специалистами. Они ему выкатывают огромный перечень необходимых работ, оборудования, переделок и, соответственно, это выражается в огромные суммы, которые он сейчас в Индополож должен вложить для того, чтобы снова вписаться в существующие нормы и правила. И тут встает вопрос, либо зарплаты не индексировать, времени не выписывать, да? И это в одних случаях приводит к резкому ухудшению финансового положения предприятия вплоть до остановки выплат зарплаты и так далее. Или банкротства предприятия, ну, в совсем крайнем случае. Ну, тема неприятная. Руководство тут везде начинает трезвонить, вот нас убивают. Да, да, да. Дальше начинается шантаж властей региональных и всяческих других, что вот скажите, приструните своих там этих волкодавов, контролеров, иначе мы тут люди без работы, голодные дети, и начинают ужасы всякие рассказывать, показывать. И, соответственно, ситуация становится форс-мажорной. Это один сценарий. И мы, там, хорошо, что хоть такой контроль состоялся, иначе мы бы с вами жили вообще в невыносимых условиях. Мы знаем, что было в 90-е годы, когда и такого контроля не было. Поэтому вот такой жесткий контроль со стороны государства должен быть. Но есть другой, более цивилизованный, более продвинутый путь решения этих проблем. Он заключается в следующем, как мы это видим, что с привлечением вузовских специалистов нашего университета, медицинского университета, мы открыли, оборудовали по самому современному слову экоаналитическую лабораторию, которая может делать различные пробы воздуха, воды, земли и почвы на предмет наличия загрязняющих и опасных отравляющих веществ. Эта лаборатория подписывает какие-то соглашения. И мы на нашем экофоруме начнем с того, что с пятью крупнейшими предприятиями нашей области мы такие соглашения подпишем. После этого, и, кстати, с одним из них мы уже сейчас работаем. С какими? Сохраним интригу. На экофоруме все узнаете. Приходите, все узнаете. И, соответственно, начинается планомерная работа. Делается глубокий анализ всех технологий, всех технологических процессов, всех веществ, которые выбрасываются, или отходы, которые вырабатываются в процессе этого производства. И выявляются проблемные точки или даже риски и вероятность каких-либо выбросов когда-либо, или по мере износа оборудования, или в случае какой-то аварии, чрезвычайной ситуации. И далее начинается проработка и поиск технологических, организационных и других решений, снижение этих рисков или снижение этих выбросов. Составляется постепенный план работы. Это же плановая такая спокойная работа. Решаются вопросы, связанные какими техническими решениями, каким оборудованием, сколько для этого необходимо денег, времени. И в течение какого-то времени реализуется эта работа. Притом предприятие, по идее, должно честно, публично, красиво, с гордостью рассказывать о том, что вот мы у себя на системной основе проводим такую работу с привлечением профессионального сообщества, ученых, общественных организаций, средств массовой информации, представителей СМИ. И они все видят, они доверяют, они могут осуществлять общественный контроль этой работы. После чего о промежуточных итогах и результатах этой работы информируется общественность. И через какое-то время это предприятие получает всяческие сертификаты, документы, подтверждающие, что у него действительно все становится лучше и лучше, либо вообще великолепно. И в одно прекрасное время мы обнаружим, что количество выбросов на этих предприятиях на 20%, а еще меньше, если говорить о пяти крупнейших, если эти пять крупнейших предприятий в нашей области, вы их всех знаете. Ну, каких? Ну, сейчас не буду говорить. Ну как, мы общественность нас слушают. Приходите на экофорум, там все эти предприятия будут присутствовать. Николай Михайлович, выдавайте наши секреты. Вы знаете, вот я обращу внимание на вашу фразу, вы сказали, социальная сторона работы предприятий, экология. Это не совсем так. Сегодня экологические, соблюдение экологических требований, это необходимое условие действия этого предприятия, работы предприятия. Все, не соблюдаешь, стоишь. Но здесь нельзя шарахаться. То, что было замечено, остановим, по закону имеет право, на 90 дней остановить работу предприятия. Вот возьмем, так сказать, бейхимзавод, о котором много разговоров. Наконец-то раз. Есть сведения. Есть сведения. 40 вагонов, отходов, деревообработки. Ежедневно. Ежедневно. Мы все читали на репортере большую статью. Перерабатывая это предприятие, превращая это в корму от ружи. От господина Пантелеева. Для животноводства. Фурфуировая спирты. Чрезвычайно важно, особенно в условиях вот этих санкций против нас. Но мы недавно провели встречу с Роспредотнадзором Гизатуллиным. Это самое выскочило имя отчества из памяти. Важно. А передус Пахтаровичем. Да, передус Пахтаровичем. Вы знаете. И вот примеры. Допустим, наша задача. Палаты вместе с этим научным сообществом, вместе с природоохранными организациями искать лучшие практики и постановки этой работы. Предприятие «Вятич». Хорошее предприятие. Тоже, по большому счету, много бы можно сливать. Это одно из пяти? Ну, будем считать одно из пяти, да. Два насчитай. Берем, так сказать, как раз это водные ресурсы. Они в этом плане работают. Берем «Каллополимерк» или «Чепецкий». Слушайте, я смотрел их паспорт экологический. Для меня было удивление, когда открываю страницу, и они выращивают мальков стерляди. И выпускают водоемы. Вот честно слово. А загрязнять-то они загрязняют? Нет, водоемы Кировской области. И вы знаете, для меня это особенно. И одно из позитивных примеров, которые Гизатолин привел, это был «Галлополимер». Как раз он участвовал в наших дебатах. Одновременно сказал, что у них масса проблем. Масса проблем. И мы садились вместе, и с наукой они отмечают. Надо искать это решение. Николай Михайлович, вы меня простите, конечно, но вот меня не умиляют мальки стерляди, потому что она у меня на столе не окажется. А вот то, что Галлополимер выпускает в окружающую среду, меня интересует. Вот вы же простите меня. Да, по-другому, я очень надеюсь. То есть ты говоришь не о сопоставимости. Это очень реально. Ну ты ешь стерлить, Володя, каждый день? Я не помню, когда в последний раз на столе не хвостил. Не каждый день, но наша века характерна тем, среди многих век России, что там еще в Юнизовьях водится стерлить, и не только. Поэтому давайте немножко и на позитив пойдем. Я очень рада. На самом деле позитив это важно, но хочется просто понять, вот как будет решаться. Давайте, во-первых, перечислим все-таки эти пять предприятий. Что за тайны? БХЗ уже назвали, остальным обидно будет. БХЗ, Ветич, Галлополимер. Ну хорошо, я сейчас не так готов. Химкомбинат, конечно, огромный. Он в опасной зоне находится. Да, и они отчитываются постоянно. Да, выше по течению нашего дозабора Вятского. По химкомбинату, кстати говоря, пожалуй, больше всего информации. Они регулярно рассказывают о том, что происходит. Кстати, это очень правильно. А их можно назвать передовиками вообще? Ну, я не думаю, пока это вот здесь никто не меряет. Я здесь так скажу. Смотрите, что такое химкомбинат Галлополимер и завод минеральных удобрений? Это же не то, что какая-то машинка маленькая, из которой там из трубы идет какая-то гадость, и вот надо эту трубу, значит, закрыть или там как-то отрегулировать, и все будет хорошо. Это огромный циклопических размеров производственный комплекс, у которого тысячи различных физических и химических, и электрических процессов происходит. Масса оборудования работает. Это оборудование, и все вот эти процессы необходимо анализировать и смотреть очень внимательно. Каждый технологический процесс, я их там, я сказал, много, сотни и тысячи, необходимо анализировать и смотреть, какую вклад именно этот технологический процесс или это конкретное оборудование вносит в вопрос загрязнения среды. И одним щелчком или одним распоряжением, или одним действием, мероприятием все проблемы не решить. Необходима комплексная системная работа. И именно на этот предмет мы будем с ними подписывать соглашение, и будем системой, эта работа долгие годы. Силы, компетентности вот той самой эколаборатории хватит для того, чтобы работать с Уралхимом с тем же? Конечно, конечно. Мы друг друга знаем очень много лет, и, собственно, в свое время политех был создан в том числе химический факультет, потому что у нас строился химический комбинат. И наоборот, соответственно, комбинат работает, потому что есть политех и есть наши выпускники, которые там работают. Мы регулярно там бываем, у нас подписаны целый ряд пока других соглашений о сотрудничестве. Поэтому мы знаем это производство, мы понимаем, с кем там можно разговаривать, с кем работать, какие вопросы обсуждать и что дальше с этим делать. Сколько, давайте еще раз напомним, будет подписано соглашение на этой компетентности? Пока запланировано пять. Пять? Пять. Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Самыми крупными, самыми такими серьезными и опасными производствами, которые у нас есть. Если мы с ними начнем системно работать в новом формате, то уже будет очень хорошо. Три из них мы уже знаем, Валентин Николаевич. Немножко совестно, что мы Владимира Алексеевича еще не подключили до сих пор. Поэтому мы прервемся и подключим Владимира Алексеевича. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 20% кировских предприятий на 80% загрязняет нашу окружающую среду. Как переломить эту серьезную ситуацию? Какие будут предприниматься действия? Какие есть позитивные примеры со стороны бизнеса в реализации экологических проектов? Обо всем об этом будут говорить на специально созванных конференциях в Вятском государственном университете 14 и 19 апреля. Конечно же, открытые мероприятия. Все заинтересованные люди приглашаются посетить. Да. Лично меня порадовала за первые 20 минут нашего эфира та информация, что будут подписаны серьезные соглашения между вузами, наукой и непосредственно производством. Это серьезный шаг вперед, потому что действительно плановая работа над улучшением экологических показателей предприятия внушает какой-то оптимизм. И с этим же вопросом мы обращаемся к Владимиру Кудрявцеву, генеральному директору малого инновационного предприятия Кировского государственного медицинского университета, ЭКМИТ-прибор. Вот мы Валентина Николаевича Пугачева выслушали. Он от своего вуза слово держал. Что предлагает мединститут? Да, медицинский университет. Ясно, академия университет. Да, университет, к счастью, уже университет. Да, безусловно, вы знаете, вот здесь очень заинтересованный разговор. Действительно, люди обеспокоены проблемами загрязнения окружающей среды. И вы знаете, мы можем построить еще университетов медицинских много, но врачей будет не хватать, если мы, в конце концов, не начнем наводить порядок с загрязнением окружающей среды. В университете очень обеспокоены этим фактором. И одним из факторов загрязнения, вот нас, в частности, интересует это загрязнение водной среды. Это можно сказать, что вы специализируетесь на этом? Или вы как-то тоже объявили? Один из аспектов. Наше предприятие пока только на водной среде, но в перспективе мы планируем и, скажем, воздух, другие направления. Владимир Алексеевич, а мы какой имеем в виду водный ресурс? Реки, озера, подземные? Очень хороший вопрос. Дело в том, что то оборудование, которое сейчас создается на малом инновационном предприятии, позволяет осуществлять мониторинг состояния водной среды любых. От подземных, это подземные, поверхностные, а также это стоки, то, что сбрасывают наши предприятия. Мы начали уже работать с некоторыми предприятиями, в частности, с ККС. Мы сейчас активно работаем. И что показывают наши исследования? Предварительные исследования показали, что наше оборудование позволяет выявить, даже получить маркер предприятия-загрязнителя. Мы получили... Кто? Вот то есть поставил на люльчинку приборчик? Да. И он тебе показывает, что течет вода? В отдельных случаях у нас получилось так, что мы выделили маркер предприятия и его назвали. Это сброс в кировские коллекторы, то, что идет на очистные сооружения. И сейчас перед нами стоит задача сотрудничества с предприятием ККС по оптимизации работы очистных сооружений. Потому что старые технологии, они, конечно, уже пришли и жили себя, свои возможности, когда там что-то само собой происходило. Сейчас мы планируем с ними совместно создать систему, которая позволит управлять экологической ситуацией. Там это экосистема. Никуда не денешься. Коллектор. Да. Не коллектор, а очистных сооружений. Очистные сооружения, там живые культуры, которые выполняют главную функцию по переработке всех вредных веществ и загрязнений, которые оказываются в этом городском коллекторе. И от самочувствия этих культур, микробиологических культур различных, зависит эффективность работы вот этих очистных систем. Соответственно, если какое-то предприятие делает ударный выброс каких-то отравляющих веществ, бактерии гибнут, и вся система самоочистки, она останавливается. Наша аппаратура позволяет наблюдать за этим в режиме онлайн. То есть мы смотрим не через какое-то время, как обычно лаборатория через 6 часов выдает серьезный результат. Мы это видим в режиме, что называется онлайн, в режиме реального времени. Мы видим, как работает живая система. Я не специалист, но это, видимо, какой-то молекулярный анализ, да, очень серьезный? Безусловно. Вы почти специалист. Почти специалист. Кроме того, вот здесь был вопрос задан о подземных водах. Мы хорошо видим подземные реки. Потому что наша система создает портрет воды. Портрет, он уникален. И если что-то с водой происходит, то меняется картина. И вот если мы берем, скажем, возьмем из некоторых точек по области артезианские пробы, то мы можем сказать, да, вот эта река идет таким образом туда. У нас есть уже некоторые наработки, когда по дальности более 80 километров вода одна и та же была. Практически одна и та же вода. Хорошая или плохая? Вопрос не хорошая или плохая, а одна и та же. Портрет один и тот же. Это говорит о том, что это подземная река. По аналогии с человеком некий кровоток такой, да? Да, да, совершенно верно. Там тоже свой кровоток, если так можно сказать. Вот, собственно говоря, что позволяют наши технологии. Кроме ТКС есть еще кто-то, кто уже идет навстречу и заинтересован? Сейчас вот будет конференция, мы будем обсуждать в том числе. Ну, в ваших планах тоже некие соглашения подписывают заинтересованные. Сейчас мы находимся в стадии сертификации нашего оборудования. С нимцем работаем плотно. Вот, в таким образом. Других примеров больше нет? У нас в городе вот только ВГУ. Почему нет? Кстати, мы... Экометприбор. Мы, кстати, с городом работали, это три года назад. Значит, мы им выдали полную карту города, где, каково состояние трубопроводной системы водопровода. И четко видно, где произойдет порыв. То есть, карту города нам нужно для того, чтобы ее составить, ну, скажем, три часа, если будут пробы. Вот так вот. И по примерам, и вот сам факт. Вот пример очень важный. Сегодня Кировская коммунальная система критикует, так сказать, все и вся в любом месте. И, думаю, на конференции тоже будут. Ну, вот он пример, когда те, кто отвечает за чистоту сброса, за чистоту стоков кондиционных, они пришли к науке. Ну, неважно, кто к ним пришел. Да, совершенно верно. И это есть союз. Потому что у науки, а что мало бизнеса, есть идеи, но нет денег на реализацию этих идей. Если мы соединим эти вещи, то будет плюс. Вот я недавно посетил Аварус. Фармпрепараты выпускают. Тоже проблематично. Кстати, на площадке прилегающей биохимзавод находится. Чем они заинтересовались? Прежде всего, это очистка воздуха входящего, приточного. Потому что это процедуры требуют, процессы хирургические. И очистка воздуха, который выбрасывает наружу. А нам-то как это интересно? Потому что они живут в этой среде. И знаете, что убедительно мне сказала Ольга Юрьевна, ее зовут Гордиенко. Записываем. Да. Я живу вместе, у нее трое унуков. Я живу в юго-западном районе. И мне совершенно, так сказать, важно, чтобы от моего предприятия и моя семья, и мои внуки, и все проживающие там чувствуют себя хорошо. Хороший пример. Она не на Канарах живет, не на Филиппинах. Извини еще. Это самый красный якорь. Мы, это Николай Михайлович, посмотрим по поводу Аварус и биохимзавода этим летом. Конечно, конечно. Что важно, то же самое СВЯТГУ, они работают, то же самое они производят мониторинг. Я скажу вот... Это кто сейчас? Это Красный якорь или Аварус? Аварус. Тоже работают СВЯТГУ. Я скажу, большой еще плюс. И к этой работе в какой-то степени палата была причастна вместе с Коминучным центром Российской академии наук. Мы создали здесь три академические лаборатории. Аналогов по России не было. Одна из них это лаборатория биомониторинга, которая возглавляет Тамара Канашихмина. И как раз это пришлось кстати, и они сегодня ведут огромнейшую работу. Давайте мы договоримся, что у нас по этим предприятиям будет эфир. Пусть они придут, тоже расскажут. В ВУЗ придет, вы расскажете. Конечно, нужно. Потому что кировчане-то не перестают жаловаться. Светлана, тут еще очень важный вопрос. Николай Михайлович рассказал о высокотехнологичных производствах, которые на слуху, на виду. И соответственно к ним пристальное внимание. И руководство этих предприятий понимает, что им никуда не деться, не выкрутиться. Но хочу сказать, что мы на бытовом уровне не догадываемся о том, кто вообще может какие загрязнения вносить. Вот я хочу привести пример. Обычные овощехранилища сельхозпроизводителей. Вы бы только знали, сколько от них всякой гадости уходит в почву. Во-первых, это отходы самих предметов хранения, которые долгие годы скапливаясь и разлагаясь негативно. Кроме того, различные консервирующие и другие химикаты, которые используются при заготовке, транспортировке и хранении, они тоже, если это происходит в одном месте и долгое время, они скапливаются в чудовищных количествах и попадают в почву. Если этим вопросом не заниматься, то мы можем получить, а что такое, мы же не напрягаемся. Одно дело, когда трубы колоссальные циклопические, и это видно, и мы ходим на них там смотрим. А другое дело, когда за забором красивый такой складик лежит и так далее. И здесь мы хотим предложить нашим сельхозпроизводителям на этой конференции, ну, во-первых, рассказать, что на самом деле происходит, и предложить внимательно проанализировать эту ситуацию, не дожидаясь, когда там накопившиеся эти отравляющие вещества уйдут в подземные реки и притекут нам куда-то там, откуда мы пьем эту воду. Очень правильное замечание. Я хотел бы еще вопрос задать. Да, замечание правильное. Кстати, мы осуществляли мониторинг и подземных вод скважин. Очень хорошо видно в течение сезонов, как меняется вода. Есть поток, нет потока. И, собственно говоря, откуда появилась органика, допустим. Это вот то, о чем вы говорите. Столько тем для программы Урбан мы сегодня уже не кидали. Я задам еще один вопрос. Знаете, существует убеждение, вернее, одно из убеждений, что беречь природу, соблюдать все эти экологические нормы, внедрять современные технологии дорого. Миф это или не миф? И да, и нет. Если устарела технология, и она технология 70-х, 60-х годов, когда, собственно, на эту тему вообще никто не обращал внимания, нужно было выполнить решение правительства и партии и любой ценой запустить какое-то производство. То, безусловно, очень часто оказывается, что проще снести этот завод и построить новый, чем решить все его экологические проблемы. С одной стороны. С другой стороны, очень часто бывает, когда, если этим заниматься спокойно, планомерно, небольшие управленческие, технические, какие-то организационные меры приводят к уменьшению этих вредных выбросов и воздействий на окружающую среду в десятки раз, и не нужно закупать дорогое оборудование. Это все индивидуально. Нужно смотреть конкретные предприятия, конкретный технологический процесс. Вот я хочу дополнить совершенно верно. Это будет финальный спич. Вот комбинат Искош. Две с половиной тысячи тонн отходов резино-технических. Представьте себе, вывезли на свалку, подзажгли, горят эти отходы, затратили перевозку на КамАЗы, транспорт дорого. Они перерабатывают сегодня все у себя и для сельского хозяйства упускают продукцию. Отходов ноль. Тут и экономика предприятия. Поэтому считают сегодня директор, специалисты, что выгоднее. Правильные управленческие решения привели к таким хорошим результатам. И продавать еще и доход извлекать. Вот в этом плане мы должны вместе мыслить. Да мы мечтаем, когда Искош нам резиновые дорожки беговые сделают в городе. Правда? Будем покупать все. Правда же, да? Ну и с другой стороны, здесь бухгалтерия немножко как-то у нас устранилась от этого. Дело в том, что могут быть такие последствия. Я имею в виду, бухгалтерия посчитать последствия, что дешевле провести экологические мероприятия по сокращению загрязнений, чем бороться потом с последствиями. И платить штрафы большие. И платить штрафы. И это ведь жизни людей. Это здоровье людей. Лечить, строить больницы, чтобы решать эти проблемы. Нерожденные или рожденные с уродствами и так далее и тому подобное. Это очень темы такие тяжелые. И понятно, что обращать на это нужно самое серьезное внимание. В общем, нам стало ясно в течение этого эфира, что состоится серьезная дискуссия, я так понимаю, на площадках, которые устраивает наши вузы и Вятская торгово-промышленная палата. Очень надеемся на то, что предприятие откровенно будет рассказывать о своих проблемах и искренне будет заинтересовано в том, чтобы заключать договоры с научными учреждениями и работать совместно. Мне кажется, что мы пробудили интересы наших слушателей. По крайней мере, я-то думаю, что я, конечно, приду на конференцию, и мы вынесем часть вопросов для дальнейшего обсуждения в программу «Урбан». Давайте еще раз повторим. 14 апреля, послезавтра пятница в 14 часов и 19 числа в 10 утра площадка Вятского госуниверситета. Нет, нет, 19 медуниверситета. А, медуниверситет. Простите, да. 19 медуниверситет. Медуниверситет. Спасибо нашим гостям. Николай Липатников, Валентин Пугач и Владимир Кудрявцев. Мы прощаемся, не прощаемся, вернее, со Светланой. Вернемся через 20 минут. Урбан. Программа о городских проектах.